Со своим проектом «Кино России. Связь поколений» и Всероссийский институт кинематографии Тюже успел побывать в Иркутске и Ростове-на-Дону, где находятся филиалы ВГИКа. Во вторник проект презентовали в Сергиевом Посаде. Филиалом института кинематографии киноколледж стал не так давно. Очень радует, что по-прежнему идут наборы в среднее специальное образование. Очень много требуется сейчас кинематографистов именно среднего змина и в кинопроизводстве, в кинопрокате, по другим направлениям. Поэтому студенты, выпускники востребованы и мы в среднее образование будем продолжать и даже развивать. На пресс-конференции, в которой приняли участие ректоры ВГИКа Владимир Малышев, представители Министерства культуры Московской области и администрация Сергея Посадского района, говорили о важности сохранения исторической памяти о зарождении в России искусства кино. Обсуждались вопросы совершенствования профессиональной подготовки кадров для отечественной киноиндустрии. Особо отметили важность появления филиалов ВГИКа именно в Подмосковье. И это очень приятно, и мы этим очень гордимся. Нам бы очень хотелось и дальше развивать взаимодействие. Культурная калорийска Подмосковья в настоящее время расширяется. Мы стараемся использовать новые форматы. У нас появляются новые мероприятия, фестивали в уличных театрах. Мы делаем буквально на прошлой неделе открывали летний кинотеатр, проект новый, который будет. Он открыт, вроде бы, в рамках года кино, он будет функционировать и в дальнейшем, и только наращивать новые площадки. Загорский кинотеатр и сегодняшний киноколледж, он является одной из издательных карточек нашего города. Тех, кто был один из единственных, наверное, там, ну, может быть, два было в Советском Союзе. Очень приятно, что оно сейчас сегодня существует, о нем заботятся, понимают и дают путевку жить там другим ребятам. Очень приятно, что на нас не только обратили внимание, но и на нас надежды какие-то возлагают, потому что, как уже сказано было, около 30 фильмов, которые являются шедеврами нашего отечественного кинематографа, снимались здесь в Сергиевом посаде, снимались и выпускники, и граждане нашего города, а выпускники по-прежнему востребованы в разных сферах деятельности. То, что в этот год, в этот год кино, мы вот так собираемся, смотрим на вас, обсуждаем, обмениваемся мнениями, взглядами. Я тоже также присоединяюсь и благодарю, что приехали к нам сегодня руководители столь высокого ранга, не постеснялись пообщаться с нами. Я думаю, что сегодняшняя пресс-конференция, сегодняшняя программа, которая будет проводиться, еще больше привлечет внимание наших выпускников, еще больше узнает жителей нашего района, что старейшее учреждение города Загорска, города Сергиево-Фасады, теперь готовит не только кадры, дающие среднее профессиональное образование, но и высшее. Мы будем стараться развиваться, расти, ну и стараться отвечать званию ВГИКа, это лучшее учебное заведение, заведение, которое действительно состоит в самом первом числе учебных заведений. В настоящее время Сергиево-Фасадский филиал ВГИКа реализует программы по специальностям театральной и аудиовизуальной техника, техника и искусств фотографии и анимации. С 2015 года здесь обучает будущих режиссеров. По специализации режиссер мультимедиа и режиссер анимации компьютерной графики. Именно российская мультипликация сегодня наиболее конкурентно способна считать Владимир Малышев. Вот сейчас среди лидеров отечественного кинематографа по количеству зрителей, по сборам только анимация выднулась. Только она сейчас может сравниться и конкурировать с какими-то вот даже самыми такими крупными зарубежными блокбастерами, показываемыми в нашей стране. Человек с этим образованием может и выходит до компьютерных игр, изобретать, производить. Вот, специалисты будут востребованы. В рамках проекта прошел мастер-класс доцента кафедры режиссура анимационного фильма ВГИКа Натальи Добижи. Секреты объемно-кукольной анимации. Наталья привезла с собой свою самую известную куклу. Ту самую шапахляк, которая снималась в фильме Качанова «Чебурашка» прокатил герман. А у меня еще головка деревянная, она вот такая вот, такая живая, самая. Да, ей сколько, 40 лет уже этой девочке. Исполняющий обязанности главы администрации Сергея Посада Юрий Потякин вручил благодарственные письма лучшим педагогам Сергея Посадского филиала ВГИКа. После учащимся представили документальный фильм о Сергее Герасимове, чье имя носится Российский институт кинематографии. Год кино, объявленный в нашей стране, совпал с празднованием 110-летия со дня рождения выдающегося деятеля кино. Сергей Аполлинарьевич преподавал во ВГИКе более 40 лет, и именно он разработал систему творческого воспитания студентов, которые придерживаются в институте до сих пор. По окончании фильма студенты 4-го курса актерского факультета мастерской народного артиста РСФСР Александра Михайлова показали класс-концерт. ПЕСНЯ Сегодня у выпускников ВГИКа самое горячее время. Студенческая жизнь позади, надо думать о будущем. Сейчас и дипломные спектакли, и госы, и у нас идет поступление в театры, и репетиции, и каждый день во ВГИКе мы с утра до ночи, несмотря на то, что остается всего лишь месяц, это самые насыщенные дни, плюс, конечно же, благодаря нашему ректору Владимиру Сергеевичу мы очень много сейчас ездим на гастроли, поэтому, конечно, график сумасшедший. Также в сергиопосадском филиале ВГИКа открылся киноклуб и мультимедийная фотовыставка, приуроченный к 110-летию Сергея Герасимова. В киноклубе можно будет посмотреть студенческие работы, отечественные и зарубежные фильмы. Там будут проходить творческие встречи и мастер-классы с участием мастеров российского кино. Ко всему сказанному здесь я хочу добавить только одно, что наша общая сверхзадача все-таки – это возвращение миру российского кинематографа с крепким духовно-нравственным стержнем. Ирина Самойлов, Валерий Плугатаров, День города.